Популярное издание выпустило новое расследование о дворце в Просковеевке, в котором журналисты издания нашли документы, подтверждающие слова оппозиционера Алексея Навального. Так, в найденных документах есть подтверждение покупки объекта в 2016 году бизнесменом Александром Пономаренко, а совладельцем стал близкий к Путину предприниматель Николай Шамалов. Что странно, почти 50% активов Шамалов получил за символическую сумму – 5 миллионов рублей, когда даже на стадии строительства дворец с виноградниками оценивался в 10 миллиардов рублей. И уже тогда Шамалов и его партнеры считались формальными владельцами данного объекта, ведь, по словам источников, размах строительства не соответствовал имущественному статусу предпринимателя, но имя настоящего владельца в документах не фигурировало. Как рассказал источник, занимавшийся проектом, они с коллегами шутя называли его начальник. Алексей Навальный в своем расследовании заявлял, что дворец принадлежит Путину, кремлевский глава все отрицает. Расследование прокомментировал глава пресс-службы президента Дмитрий Песков. Он заявил, что это полная ерунда, хотя ни о каком новом расследовании и не слышал. «Честно говоря, я даже не слышал о каком-то материале», – заявил Песков. «Что бы там ни было, это все ерунда», – добавил он, напомнив, что уже много раз обсуждал с журналистами этот объект и его владельцев. «Он не имеет никакого отношения к Путину», – заверил представитель Кремля, подчеркнув, что в администрации президента не считают необходимым как-то возвращаться к этой теме. Также стало известно, что дочь министра обороны России Ксения Шойгу решила распрощаться со своей компанией, которая занимается рекламой информационной технологии. Решение о продаже она приняла после заключения контрактов с Ростуризмом на 70 миллионов рублей. По словам Ксении, ее компания перестала быть стартапом, а стала уже полноценным бизнесом, и это основная причина продажи. Дочь министра обороны владеет информационными технологиями через компанию Capital Perform, в которой она выступает бенефициаром. Сама рекламная компания существует с 2013 года. Своё приобретение в 2018 году Шойгу объяснила венчурной ориентации своего бизнеса. Capital Perform готовит приобретенные активы к продаже. Итак, до 2019 года информационной технологией была убыточной компанией, но после налаживания контактов с Ростуризмом, ее бизнес пошел в гору. Например, в прошлом году выручка компании составила 222 миллиона рублей, из них чистая прибыль 16 миллионов рублей.